Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу Ильичевские новости в студии Елена Прокопьева. Сегодня в нашем выпуске. Вопрос об инвестиционной программе коммунального предприятия Ильичевск Теплоэнерго стал основным на заседании комиссии по вопросам строительства, регулирования земельных отношений, охраны окружающей среды и благоустройства. К Новому году более 800 социально незащищенных ильичевцев получили специальные продуктовые наборы. Городской голова вручил грамоты и награды спортсменам, которые в этом году достигли значительных успехов на соревнованиях. Корреспондент службы новостей Ильичевского телевидения Оксана Василенко стала обладательницей поощрительного приза конкурса на лучший цикл журналистских работ по освещению деятельности органов местного самоуправления, который проводил Одесский областной совет. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. Напоминаю, что телерадиокомпания Ильичевское телевидение проводила конкурс на лучшую новогоднюю композицию. В течение всех зимних праздников конкурсные работы будут украшать студию новостей ИТ-3. Сегодня в нашей студии новогодняя елочка, созданная ученицей 6-го Г-класса школы номер 7 Юлии Кутыркиной. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі. Информація, про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. Парламент ухвалив рішення про відмову України від політики позаблоковості. За президентський законопроект проголосували 303 народні депутати. Як зазначив міністр закордонних справ Павло Клімкін, який представляв документ, скасування позаблокового статусу відкриває для нашої країни новий механізм зовнішньої політики та безпеки і дозволить захистити незалежність, суверенітет і непорушність кордонів. Бензин марки А-95 має подешевшити до 15 гривень за літер. Така його об'єктивна вартість, виходячи з офіційного курсу долара, встановленого Нацбанком, та світових цін на нафту, порахували в Антимонопольному комітеті. Насправді ж ситуація інша, тож оператори деяких мереж АЗС можуть бути оштрафовані, заявив голова АМКУ Микола Бараш. Поки рішення про стягнення штрафів немає, Антимонопольний комітет закликає власників заправок самостійно відкоригувати ціни на бензин до об'єктивного рівня. Засідання тристоронньої контактної групи відбудеться у середу в Мінську. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він повідомив, що питання доправки української гуманітарної допомоги на окуповані території і звільнення заручників стануть основними під час зустрічі. Нагадаємо, 22 грудня ввечері президент Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Оланд і президент Росії Володимир Путін домовилися про зустрічі контактної групи в Мінську 24 і 26 грудня. Після нетривалого періоду стабілізації ціна на нафту знову падає. На світових біржах за барель сорту Brent просять трохи більше 60 доларів. Лише за минулу добу ціновий показник знизився близько на 2 долари. Аналітики пов'язуються з виступом міністра енергетики Саудовської Аравії, який заявив, навіть якщо нафта і подешевше до 20 доларів за барель, країни ОПЕК не втручатимуться і не скорочуватимуть обсяг видобутку чорного золота, а навіть збираються збільшити його. За підсумками щорічного рейтингу популярності людей та подій Півдня України «Народне визнання-2014» в номінації за успішний менеджмент та вагомий внесок у розвиток морехосподарського комплексу України нагороджено директора Держпідприємства Іллічівський морський торговельний порт Юрія Крука. Зокрема, журі рейтингу визначило діяльність керівника порту, якому менш ніж за півтора роки роботи на даній посаді вдалося вивезти Іллічівський морський торговельний порт з глибокою фінансовою та економічною кризи на прибуткову роботу вже за підсумками першого кварталу 2014 року. В цілому рік, що минає, підприємство закінчило з одним з кращих фінансових показників серед портів України. Нагороду переможцю вручав лауреат минулих років, директор Держпідприємства морський торговельний порт Южний Олександр Лагоша. Наша країна сьогодні переживає складні часи, тому приємно привітати колег, які всупереч будь-яким труднощам змогли вийти на такі результати. Підприємство працювало гідно, люди отримували зарплату, а це найголовніше, сказав у своїй промові Олександр Лагоша. Він привітав ілічівських портовіків з наближенням свят і побажав колективу підприємства нових успіхів. Народне визнання – це щорічний рейтинг популярності людей, організацій та знакових подій Півдня України, заснований Південноукраїнським медіахолдингом у 2001 році. Організаторами проєкту виступають відомі медіабренди, одеські редакції газет «Аргументи і факти в Україні», «Комсомольська правда в Україні», «Ціля неділя», «Наше місто», журнал «Фаворит удачі» та інші. Ідея проєкту полягає в тому, щоб відзначити неординарних людей, підприємства, громадські організації, які своєю роботою роблять вагомий внесок у розвиток свого міста і країни. В понедельник состоялось засідання Постоянной комісії по вопросам по поддержці предпринимательської деятельності, торговлі і бытового обслуживання. Депутаты рассмотрели выполнення рекомендації комісії во второму полугоді текущего года і утвердили план роботи на следующі шість місяців. В январе 2015 года члены комісії планирують рассмотреть вопрос о качестве предоставления услуг обществам с ограниченной ответственностю «Илкомсвіт» по обеспечению работы наружного освещения і декоративной іллюминації. В этот же день прошло засідання комісії по вопросам строительства, регулировання земельних отношений, охраны окружаючей среды і благоустройства. Основным в повестке дня был вопрос об інвестиційной программе коммунального предприятия «Ильчовск Теплоэнерго». Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения, улучшения качества предоставляемых услуг, а также экономии энергоресурсов, коммунальное предприятие «Ильчовск Теплоэнерго» реализует инвестиційну программу, согласно которой ведется работа по замене устаревшего оборудования. Было принято решение еще в предыдущие периоды относительно модернизации реконструкции насосного оборудования котельной, замена пяти сетевых насосов. Сетевые насосы были установлены несколько десятков лет тому назад. Их моральный и физический износ значительный. И если КПД нового такого насоса, такого типа насоса составляет 76%, то сегодня КПД наших насосов 61%. Соответственно, реализацию программы и этого проекта мы начали в 2014 году. Нас поддержал депутатский корпус. Были выделены средства на реализацию части проекта на замену двух сетевых насосов. В этом году мы приобрели два сетевых насоса с высоким КПД 82%. Это самое современное и самое качественное оборудование на сегодняшний момент не только в Украине. Вопрос об инвестиционной программе коммунального предприятия Ильичов теплоэнерго рассмотрели депутаты на заседании постоянной комиссии по вопросам строительства, регулирования земельных отношений, охраны окружающей среды и благоустройства. Комиссия поддержала проект решения по инвестиционной программе Ильичов теплоэнерго, поскольку это связано все-таки с энергосберегающими технологиями, это с теми средствами, которые теплоэнерго за счет своих средств будет вкладывать в улучшение качества тех сетей магистрали, которые есть, приобретение оборудования насосного, которое будет ставиться в тепловых подстанциях. То есть это то, что надо городу на сегодняшний день для того, чтобы двигаться вперед. Члены комиссии приняли решение по вопросам управления архитектурой и градостроительства, один из которых касался размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности. Мы видим с вами, что деревянные в ужасном состоянии стоят будки, которые торгуют электрооборудованием, лампочками, но они там находятся уже долгое время. Это рабочие места, это люди. И предложен эскиз реконструкции. Мы согласились с этим и дали соответствующие рекомендации городскому совету поддержать этот вопрос, связанный с их там размещением в пределах той же черты, где у них находится, с модернизацией и приведением соответствия внешнего вида. Кроме этого, были рассмотрены вопросы о земельных правоотношениях. Было представлено нам 31 вопрос проектов решения Ильичевского городского совета. Это вопросы, связанные с разрешением на разработку проектов отводов, утверждение проектов отводов, несение соответствующих изменений. Один вопрос среди этих был отказан. Это нам обратился житель другой территориальной громады с тем, чтобы по какой-то своей схеме ему дали участок площадью 10 соток в районе КНС. Соответственно, должным образом пакет не был оформлен, и комиссия рекомендувала отказать в удовлетворении заявления гражданина. В заключении депутаты утвердили план работы постоянной комиссии на первой полугодии 2015 года. А зараз информация Державної податковой инспекции в м. Ильичевську. У середу 24 грудня з 10 до 12 години за телефоном 3-49-50 буде проведено сеанс телефонного зв'язку «Гаряча лінія» за участю начальника відділу ІТ та обліку платників податкової служби Ільичевська Ірини Анатолійовни Кисельової. Тема гарячої лінії – переваги подання звітності засобами телекоммунікаційного зв'язку. Повторюю номер телефону гарячої лінії 3-49-50. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГОРОЖАН СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГОРОЖАН – одно из главных направлений деятельности городских властей. К Новому году более 800 социально незащищенных ильичевцев получили специальные продуктовые наборы. Власти Ильичевска постоянно уделяют внимание поддержки социально незащищенных жителей города. Это малоимущие, одинокие, инвалиды, престарелые, в которых нет родственников, которые сами себя не могут обойти в силу уже своей старости. Несмотря на то, что ситуация в стране, скажем так, не совсем благоприятная, тем не менее мы помним и об этой категории граждан. Чтобы праздник Нового года пришел в каждый ильичевский дом, власти города запланировали несколько мероприятий. К Новому году традиционно за счет бюджета города более 800 продуктовых наборов было роздано в квартиры этим людям. С 24 числа начинаются праздничные обеды, туда приглашаются порядка 400 жителей нашего города повстречаться с городскими властями, своеобразно тоже отметить наступающий Новый год. Ильичевцы, которые постоянно ощущают поддержку властей и сотрудников социальных служб, благодарны им за оказанную заботу. Я должна сказать огромное спасибо и социальным работникам, и мэру нашего города за его заботу о пожилых людях, о нас пожилых людях. И за те продукты, за овощи, которые нам выделяет. Еще большое спасибо, мне хочу выразить большую благодарность и низкий поклон работникам социальной службы. Я благодарна очень социальной помощи Валерию Яковлевичу и всему коллективу. И очень-очень благодарна. Дай им всем Бог здоровья, что они таки внимательны. В условиях экономической нестабильности в стране количество нуждающихся людей, к сожалению, увеличивается с каждым днем. Однако город не собирается оставлять один на один с проблемами тех, кто нуждается в помощи и поддержке. А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей. В связи с плановыми ремонтными работами в среду 24 декабря с 9 до 17 часов будет отключена электроэнергия в городе Ильичевске на улице Приморской. В этот же день с 9 до 14 часов будет отключена электроэнергия по улице Александрийской в домах 2, 2, А, 4, 6, в том числе центральный тепловой пункт номер 4, бойлерная номер 16, насосная, железнодорожные кассы, стоматологический кабинет, нотариус, магазины Победа, Барин, салон Асоль, модуль Приватбанка, горжилуправление и РСУ ЖКХ, овощная база, баня, станция техобслуживания ВАЗ, предприятие Атраком, химчистка. Ильичевский РЭС приносит свои извинения за причиненные неудобства. По сведениям центральной санэпидстанции водного транспорта с 16 по 23 декабря в контрольных точках города было отобрано 8 проб водопроводной воды и 1 проб артезианской воды. Все они соответствовали санитарным нормам. А сейчас информация коммунального предприятия «Ильичевский водоканал». В среду 24 декабря с 9 до 14 часов в связи с отключением электроэнергии службы РЭС будет снижено давление подачи холодной воды. Вода будет поступать до 4-5 этажей на жилые дома по улице Александрийская до 22А4. В этот же день с 9 до 13 часов в связи с заменой запорной арматуры на сетях водопровода будет отсутствовать вода в жилых домах и производственных объектах в микрорайоне Южный. «Ильичевский водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства. В течение всего 2014 года «Ильичевские спортсмены» достойно представляли город на областных, всеукраинских и международных соревнованиях. Лучших из них по итогам уходящего года благодарностями и денежными вознаграждениями отметили городские власти. Во вторник в городском дворце культуры прошла торжественная церемония награждения лучших спортсменов города по итогам 2014 года. На встрече присутствовали представители городских властей, спортсмены «Ильичевска» и их тренеры. С поздравительными словами ко всем присутствующим обратился городской голова Валерий Хмельнюк. «Я еще раз хочу вас сердечно поздравить всех с вашими победами, с вашим дерзновением за то, что вы открываете европейские створки для нашего города. Ну и с наступающим Новым годом». За спортивное мастерство и высокие достижения благодарностями и денежными вознаграждениями Валерий Яковлевич наградил 36 виличевских спортсменов и 13 тренеров. Также благодарностью городского головы за поддержку спорта в Виличевске были отмечены 6 предпринимателей, которые регулярно выступали спонсорами различных состязаний. Для ребят очень важно ощущать поддержку властей. «Мне очень приятно сегодня получить грамоту от нашего очень многоуважаемого мэра. Мне очень приятно, что меня в городе поддерживают». «Мы неоднократно защищали честь нашего города и очень рады, что городские власти по достоинству оценили наши достижения. Сегодняшняя грамота – это стимул для новых достижений». «И нам очень приятно, что городские власти замечают нас и наши достижения». Торжественная церемония награждения прошла в праздничной и дружелюбной атмосфере. Хочется верить, что в новом году копилка наград ильичевских спортсменов пополнится новыми медалями. А зараз информация про культурно-масовые заходы, присвящені Новому року та Різдво, які будуть проходити у середу 24 грудня у нашому місті. Протягом дня у міській дитячей бібліотеці проходитиме лялькова виставка «Подорож у новорічну казку». О 10-й годині в Борла-Чобалківському клубі відбудеться новорічний ранок для дітей молодшого шкільного віку «Зимова казка». Об 11-й годині в реабілітаційному центрі розпочнеться новорічне свято для дітей з функциональними обмеженнями. Уже 15-й раз Одесский обласной совет проводит конкурс на лучший цикл журналистських работ по освещению деятельности органов местного самоуправления. Обладательницей поощрительного приза в номинации «Лучший цикл видеосюжетов или телепередач» в 2014 году стала корреспондент службы новостей Ильичевского телевидения Оксана Василенко. В понедельник 22 декабря были объявлены результаты журналистского конкурса, проводимого Одесским обласным советом. Работы участников конкурса должны были касаться актуальных проблем общества и всесторонне освещать деятельность местного самоуправления и депутатов всех уровней. В голубом зале облсовета с призерами конкурса встретился первый заместитель главы Одесского обласного совета Михаил Шмушкович. В приветственном слове он рассказал о целях конкурса и отметил роль региональных средств массовой информации. У нас в Одессе город уникальный, у нас 32 местных канала, чего нет ни в одном другом областном центре города и страны. В то же время есть огромное количество изданий в городах и в поселках Одесской области, которые ведут огромную великолепную работу, материалы которых могли бы гордиться даже центральные агентства, и в то же время их работу мало кто отмечает. Поэтому наша задача поощрить наиболее активные, наиболее хорошо работающие разного рода СМИ. Тут речь идет о радиокомпаниях, и телерадиокомпаниях, и печатных изданиях, и поддержать наиболее известных журналистов, которые ведут работу в этом направлении. В творческом состязании приняли участие более 70 журналистов и коллективов средств массовой информации Одесской области. Конкурс проводился в нескольких номинациях на лучший цикл видеосюжетов, радиопередач, газетных статей и интернет-сообщений. Победителями в номинации «Лучший цикл видеосюжетов или телепередач» стал коллектив телекомпании «Думская ТВ». А поощрительный приз в этой номинации за подборку сюжетов о роли руководства и депутатов Ильичевского городского совета о благоустройстве города завоевала корреспондент службы новостей Ильичевского телевидения Оксана Василенко. По словам журналистки, ей было несложно собрать материалы для участия в конкурсе. Когда в городе проходит масса интересных и значительных событий, у которых принимают участие непосредственно и представители городских властей, и активные депутаты городского совета, тогда материал для видеосюжета найти нетрудно. Основная трудность в том, чтобы объективно светить, не приукрашивая, ну и не умаляя значения этих людей. Подача объективной информации – признак мастерства журналиста и основной критерий, которым руководствовалась жюри конкурса при определении победителей. Все призеры конкурса были награждены ценными подарками, которые пригодятся журналистам в профессиональной деятельности. Сегодня с вами была Елена Прокопьева. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok